Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем изучать четверо Евангелия на библейском портале Экзегет. Евангелие от Марка, глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. Мы видим, здесь повествует евангелист Марк о том многолюдстве, которое окружало уже в первый год общественного служения нашего Господа. Оказывается, что в доме, где находился Христос, не хватало места, и двор, который окружал этот дом, тоже был уже весь занят. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Здесь говорится о том странном действии, которое на первый взгляд сделали люди, принесшие расслабленного. Они не просто раскрыли кровлю дома, но еще и в Евангелии от Марка именно об этом сказано, прокопали ее, а потом уже спустили к ногам Господа постель. Ну, действительно, в древней Палестине дома нередко устраивались так, что на брусья укладывался хворост, затем клался достаточно плотный слой рыхлой земли, и люди побогаче имели возможность покрыть еще черепицей крышу. Ну, вот, по всей вероятности мы говорим о том, что дом, в котором находился Христос, принадлежал богатому человеку, а принесшие четверо расслабленного не постеснялись и не побоялись принести материальный ущерб этому дому, поскольку, ну, действительно, нанесли серьезный вред. Через это они уже выразили свою веру в милосердие Божие, с одной стороны, и с другой стороны, веру в, конечно, то, что Господь сможет исцелить того человека, который парализованный, находился на носилках. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Ну, вот, пожалуй, здесь впервые в четверо Евангелия мы встречаем слова нашего Господа о том, что он прощает кому-то грехи. Но важно, что у ветхозаветного иудейства, современного Христу, учение о прощении грехов, по сути дела, сводилось к тому, что это может сделать только Бог. И, услышав эти слова, которые произнес Господь, книжники и фарисеи не озвучили их гласно, а в сердце своем помыслили, что Христос богохульствует, приписывая себе власть Бога. Но Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель твою и ходи? Вот здесь мы видим, что Господь открывает фарисеям и книжникам их тайны сердечные. То есть, Он, во-первых, свидетельствует о том, что Он знает помышления их сердец, а это тоже может знать только один Бог и больше никто. А с другой стороны, ставит им на вид вот то, что они хотят сейчас сделать с Господом. Он спрашивает, что легче, простить грехи или сказать человеку, встань, возьми постель твою и ходи, то есть исцелить тело. Конечно, поскольку душа выше тела, то и исцелить душу бывает гораздо сложнее. Но легче человеку поверить, что грехи прощены, когда он видит перед глазами чудо меньшее, но осязательное для глаз. Именно так и поступает Господь и дальше мы читаем. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному. Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас стал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. В данном случае вот здесь Господь совершает нечто безапелляционное для книжников и фарисеев. Он не только исцеляет человека, он просит, чтобы тот вышел перед всеми. А мы понимаем, что там огромная толпа людей находилась, которая, конечно, не могла не видеть, как этого расслабленного четверо поднимали через крышу и спускали к ногам Иисуса. И вот он теперь выходит перед всеми и свидетельствует о том, что он полностью исцелен. И, конечно, люди изумляются и прославляют Бога, а значит, прославляют и Христа, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Вот здесь толкователь обращает свое внимание на что? На то, что не только человек был исцелен, но и человеку были прощены грехи. Это уловили люди, это они приняли. И вот, пожалуй, здесь, как в одном из самых первых чудес, которые мы находим в Евангелии от Марка, очень находим важное свидетельство подтверждения словам Иоанна Крестителя, который говорил иудеям, что идущий за мной больше меня, он омоет вас, покрестит вас Духом Святым и огнем. И мы, рассуждая об этом, говорили, что это и есть именно прощение грехов, которое приносит человечеству воплотившийся Господь. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левиалфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. И он, встав, последовал за ним». Вот здесь, во-первых, в 13 стихе говорится, конечно, о том подвиге общественного служения, который нес Господь. Он постоянно находился в общении с людьми, он постоянно исцелял и постоянно учил людей, он был окружен ими постоянно. И вот здесь, увидев Левиалфеева, который был мытарем, Господь призывает его к апостольскому служению. Может быть, здесь уместно будет еще раз заметить, что в Первом Евангелии этот, сидевший при сборе пошлин и названный именно мытарем, называется Матфеем. Но, по всей вероятности, скажем, еще раз призванный имел два имени, Леви и Матфей. Скорее всего, имя Матфей было дано ему позже, когда он уже приступил к апостольскому служению, поскольку слово Матфей переводится традиционно как «дар Божий». И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Вот здесь евангелист Марк очень четко обозначает то, что именно призванный Левиалфеев устраивает в своем доме эту вечерю праздничную в благодарность Господу за свое призвание в своем доме. И присутствует помимо Христа и его ближайших учеников, которых сейчас мы уже можем обозначить, это Петр, Андрей, Иаков, Иоанн и еще многие мытари и грешники. Под словом грешники правильнее всего, конечно, было бы понимать блудники. Но мы поэтому и оговариваемся, что здесь действительно для книжников и фарисеев, которые присутствовали тоже на этой вечере, общение Христа было очень с этими мытарями и грешниками, было очень соблазнительным действием. Поэтому читаем, книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Но здесь книжники и фарисеи рассуждают таким образом, если Иисус есть действительно Христос, тот обетованный Мессия, которого ждали книжники и фарисеи, славный, богатый, потомок царя Давида, праведный, святой, то может ли святость вступить в общение с грехом? Может ли добродетель пойти на то, чтобы общаться со страстью? Поэтому с точки зрения книжников и фарисеев Христос не мог никак войти в такое теснейшее общение с отъявленными негодяями. Поэтому вопрос ставится ребром, как он ест и пьет с мытарями и грешниками. Но этот вопрос, видимо, задавался не так тихо, и сам Иисус его услышал. 17 стих «Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В данном случае Господь разрешает этот вопрос и, отвечая на него, по сути дела утверждает, что именно милость Божия пришла для того, чтобы всякого человека, живущего на земле, призвать в Царство Небесное. «Нет человека, который бы жил и не согрешил», так сказал еще за тысячу лет до пришествия в мир Христа пророк Давид. И, конечно, эти слова не могли не знать книжники и фарисеи. А если нет человека, который бы жил и не согрешил, то значит нет человека, который бы не нуждался в милосердии Божьем. Поэтому Господь вот таких нуждающихся в спасении и называет больными. Ради них Он и пришел. Но в этих словах мы находим еще и другое очень важное и серьезное утверждение. «Я пришел призвать неправедников». То есть, если человек считает, что он праведник, то ему не нужен Христос. Для него Господь не приходит. «Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся. И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Ну вот, по всей вероятности, здесь ученики Иоанновы и фарисейские, которые совершали благочестивый пост, часто это было поверх тех постов, которые были положены совершать ветхозаветным иудеям, считали, что если Иисус есть учитель, и у него есть своя школа, то и эта школа тоже должна иметь и практиковать какие-то вот эти аскетические упражнения, называемые постами. Но Господь в данном случае из их вопроса выводит нечто иное. По сути дела, Он здесь очень четко обозначает, что является настоящим постом, какое настроение в человеческой душе соответствует тому постному расположению, к которому призывает нас Господь. Могут ли поститься, по Евангелию от Матфея будет сказано, печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? Пришел Господь, пришла воплотившаяся истина, и это действительно есть великая радость для человека. Но дни, когда отнимется жених, мы говорим, конечно, о страстных днях, когда Господь будет предан Иудой, а потом будет предан на распятие и претерпит смерть, вот эти дни станут днями печали для верующего человека, который будет переживать за Господа. Вот в эти дни тогда будут поститься ученики Господа. И для объяснения этой мысли, которая наверняка оказалась очень неожиданной для книжников и фарисеев, ты и учеников Иоанновых, Господь дает, делает очень важное приточное объяснение. Он говорит так, никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришит и отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые. Вот здесь так называемые притчи о старом и новом, о ткани или о вине, можно сказать, направлены на объяснение чего? На то, что ученики еще не обновлены духом, они еще не готовы принять то высокое учение, которое Господь приносит человечеству о спасении. Ну, высота этого учения определяется, по сути дела, чем? Тем, что он, как мессия, должен претерпеть смерть. И всякий человек, который хочет войти в вечную радость Господа своего, тоже может это сделать исключительно через смерть свою, личную, но подойдя к ней человеком, очистившимся от греха. И вот в данном случае, подобно тому, как молодое вино нельзя влить в мехи ветхие, поскольку молодое вино это то, которое еще не выбродило, не перебродило до конца, иначе ветхий мех будет разорван во время этого процесса, точно так же и ученики требуют обновления духом. Придет время, а это время, по сути дела, обозначено самим Христом, когда отнимется жених, обновятся духом, и тогда учение и о его смерти, и воскресении, и освоение, и о необходимости принять свою смерть будет ими принято. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогу и начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего они должны делать». Вот этот вопрос фарисеев, которые следили за Господом и пытались всячески на любых скрупулезностях уловить его, направлен на то, чтобы развенчать его в глазах народа как Мессию, как Христа. Ведь Христос пришел закон нарушить, не нарушить, а исполнить. А в данном случае получается, что ученики, которые являются последователями Иисуса, закон нарушают. Ну какой здесь мог быть нарушен закон? С одной стороны, действительно, закон Моисеев запрещал молодьбу в день покоя. С другой стороны, закон Моисеев запрещал готовку пищи в день покоя, то есть в субботу. И вот это срывание колоссиев и поедание их растертыми в руках могло быть, конечно, вписываемо именно в нарушение этих заповедей. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал самые бывшие с ним? Вот здесь очень важно, что Христос ссылается на Давида, поскольку Давид был образцом благочестия, в первую очередь, для иудеев. И Христос показывает, что в случае крайней нужды и необходимости закон может быть нарушен. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике и авиафарии и ел хлебы, предложения которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Почему сын человеческий есть господин и субботы? Вот очень важный вывод делает Господь, утверждая, что некогда Богом суббота, как день покоя была, человеку дана тоже для того, чтобы человек приходил к Богу, чтобы он совершал истинно и праведно те заповеди, которые должны были человека к праведности приводить. Но с течением времени оказалось так, что не суббота была дана для человека, а человек стал работать в субботе, он стал рабом этой субботы. И по сути дела закон Божий был извращен, исковеркан. Но если суббота встает на пути для того, чтобы человек действительно праведность стяжал, она может быть отменена. И вот эти слова Господь таким образом обозначает. «Посему сын человеческий есть господин и субботы». Но действительно, Бог установил закон о субботе. Он как творец, он как законодатель вправе ее отменить, если она встает средостением для человека на достижение истины и спасения. Здесь заканчивается вторая глава Евангелия от Марка. Продолжение следует...